Мэтью был мозговитым парнем. Ему оставалось всего два месяца от учиться в Гарварде до получения диплома журналиста, одного из самых престижных университетов мира. Но что-то пошло не так. У Мэтью в шкафу нашли наркотики, которые там спрятал его сосед по комнате, Джереми Ван Холден. Доказывать полиции, что это не его наркотики, Мэтт не стал, посчитав эти действия бесполезной тратой времени. Он просто оставил все как есть, собрал свои вещи и улетел в Англию к своей сестре Шеннон. Так получилось, что как только Мэтт приехал к сестре, он познакомился с ее мужем, Стивом, его младшим братом Питом. Шурин Стив имел свои планы на вечер, потому спихнул только прибывшего Мэтта младшему брату Питу, чтобы тот отвел Янки на футбол. Пит, конечно, сопротивлялся, он не мог повести на игру мелкого Янки, но ему нужны были бабки. Только по этой причине Пит согласился. Перед тем, как отправиться на стадион, Пит взял с собой Мэтта в паб, где перед игрой бухали друзья Пита. Он познакомил Янки Мэтта со своими друзьями и сказал всем, что у него черный пояс по карате. Что ж, скоро у Мэтти будет возможность применить свои навыки карате на практике и доказать всем, что он не сосынок. Команда Вестхэм Юнайтед среди фанатов молотобойцы уделали Бермингем со счетом 3-0, потому парни были в приподнятом настроении. Они услышали, что фанаты Бермингема хотят отомстить. Парни Пита просто не могли пропустить эту стычку, потому направились прямо на место происшествия. Мэтта они, конечно, отправили домой одного, что не осталось незамеченным для фанатов Бермингема. Когда Мэтт возвращался домой, его догнали несколько злых фанатов, проигравшей команды. Те хотели наказать Янки, но Питт и его парни ждали такого хода. Парни вломили Бермингемцам и уже довольные собой собирались убраться на своем фургоне. Но спокойно уйти им не удалось. Мелкий каратыш бросил им кирпич в лобовое стекло. Конечно же, парни захотели вломить недомерку, но оказалось, что Малек был не один. В переулке появились друзья Хоббита, не меньше 20 обозленных отморозков. Что ж, парней Джей Виас было в половину меньше, но на кону была репутация ЭЗУ. Дать заднюю они просто не могли. Питт с парнями не зассали отвесить пиздюлей быкам Бермингема. Они защитили свои позиции. Все в крови с фингалами и шишками, они были счастливы. Пусть все знают, какие они крутые. Малыш Янки Мэтью прошел крещение боем. Теперь он стал частью команды. Одним из почетной фирмы ЭЗУ. Время спустя Питт снова собрал своих парней на игру. В этот раз молотобойцы Вестхэм Юнайтед играли на выезде против Манчестер Юнайтед. До Манчестера добирались электричкой. Они не хотели брать с собой маленького Янки Мэта, но тот сам привязался хвостом, объяснив свое появление в поезде тем, что он не мог бросить их такой малочисленностью. Я подумал, что вас все утрое. Ах, как мило! Когда до Манчестера оставалось еще километров 20, Питу позвонил Фред. Так получилось, что он уже находился там и видел, что происходит. Он предупредил Пита, что их уже ждут в гости. Болельщиков Манчестера было не меньше 40 человек. Это верная смерть для знаменитых ЭЗУ. Мы в жопе. Чтобы не попасть в западню, Бойвер ударил по стоп-крану вагона, что привело к экстренной остановке поезда. Парни выплюнулись примерно в 20 километрах от Манчестера. Они хотели взять такси, приехать на место встречи и навалять придуркам, что их ждали. Но, как назло, ни одного такси на остановке не было. Потому Мэтт предложил интересную идею. Парни ЭЗУ появились неожиданно из кузова грузовика. Они ворвались в Рубилово восьмером против 40 отморозков. Пит и его команда, нужно признаться, отгребали в этом неравном замесе. Но они не засали и пошли махаться даже малым числом. От смерти их спасли полицейские, которые появились довольно быстро. Никто из парней не попался в лапы полиции. Довольные собой, они напомнили о себе. Защитили позиции ЭЗУ. Новость об этой Зарубе разлетелась по всей Англии быстрее, чем весть о смерти Лени Коула. После этого Мэттью начали узнавать. Когда слышали его акцент, говорили «А, это ты тот самый Янки». Мэтт доказал, что он свой. Теперь у него были друзья, которые всегда прикроют спину. Но больше всего Мэтту нравилось осознание того, что он может прикрыть своих друзей. Это чувство окрыляло. Все было отлично. Вот только в один прекрасный день к Мэтту приехал отец разобраться с его отчислением из Гарварда. Стараясь уладить ссору с сыном, старик Бакнер затянул Мэтта в офис редакции Таймс. В этом тесном мире этот визит не остался незамеченным. Один из парней ЗУ увидел, как Янки пожимает руку редактору газеты. Эти события повлекли за собой неприятные последствия. Парни обыскали вещи Мэтта и нашли в его компьютере дневник, где в подробностях были описаны все события и имена, связанные с парнями Пита. Злые, как черти, Пит с друзьями нашли Мэтта в пабе, где, как ни странно, также был старший брат Питера, Стивен. Он узнал, что Мэттью пошел по стопам своего отца и понял, какие неприятности могут появиться у Янки, если о его профессии узнают остальные. Бовер больше всех ненавидел маленького Янки, и когда он узнал, что Мэтт журналист, то совсем слетел с катушек. При разборке в баре он снова столкнулся с Питом, и главный ЭЗУ выгнал его. Не понимая такой несправедливости, Бовер не придумал ничего лучше, чем пойти к Томми Хэтчеру, главарю фирмы Миллоу, и сказать ему, что в баре сидит майор, его заклятый враг, в прошлом главарь ЭЗУ. Хэтчер винил майора в смерти своего сына, потому он давно мечтал поквитаться с ним за это. И вот ему, наконец, подвернулась такая возможность. Отморозки Томми Хэтчера бросили в окно паба коктейль Молотова. Начался пожар, в дыму видимость упала до нуля. Пользуясь неразберихой, Томми Хэтчер нашел Стивена, и припомнив ему грехи прошлого, воткнул в горло розочку. Питт с парнями отвезли майора в больницу, и им повезло то, что старшего брата Питера удалось спасти. Этот инцидент сильно разозлил парней ЭЗУ. Питт забил стрелку с отморозками Миллоу. Они должны были разобраться с этими упырями раз и навсегда. Подальше от лишних глаз две враждующие фирмы столкнулись в назначенное время. Они были готовы поубивать друг друга. В ход шло все. Кирпичи, штакеты, заточки, кастеты и многое другое. В разгар веселья на место стрелки приехала сестра Мэтью, Шеннон. Этим шансом отомстить жене майора не применул воспользоваться главарь Миллоу. Привет, детка. Открой машину, шлюха. Чтобы защитить жену своего брата, Питт отвлекал Томми, объясняя ему, что он сам виноват в смерти своего сына. То, что Питт упоминал сына главаря Миллоу, сильно разозлило его. Он вышел из себя и в приступе ярости забил Питта насмерть. Смерть лидера ЭЗУ поставила точку в противостоянии двух фирм. Эта смерть заставила всех позабыть о вражде. После этих событий Мэтью вернулся домой совершенно другим человеком. Жизнь Питта Данома научила его, что в жизни нужно отстаивать свои позиции. Его смерть показала Мэтту, что иногда нужно просто уйти. По прибытию домой он нашел того ушлепка, из-за которого его выгнали из Гарварда. Мэттью сделал так, чтобы этот жалкий наркоман взял всю вину с наркотиками в универе обратно себе. Мэтт едва сдержался, чтобы не размозжить башку этому сынку богатого папочки. Но, к сожалению, это личико должно было остаться неприкасаемым. Все равно Мэтт добился своего. Билет для возвращения в Гарвард был у него в кармане. Абсолютно счастливый он шагал по пустынной ночной улице города, одиноко напевая фирменную песню ЭЗУ. На этой ноте эта история подошла к концу. Друзья, поддержите канал лайками и подпиской. Спасибо. На этом все. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok